Композиция из таких больших светящихся шаров станет одним из украшений обновленного сквера на пересечении Авроры и аэродрома. Электромонтеры подключают иллюминацию городскому освещению, аккуратно изолируют все провода и готовятся к установке праздничных фигур. Холодный воздух работе не мешает. Павел Худяков, один из монтеров, шутит, что в мороз производительность увеличивается, чтобы все сделать быстрее. Помогает и то, что гирлянды надежные, такой минус стойко выдерживают. Здесь используется такой пластик, что он не так сильно деревенеет на морозе. На морозах еще таких не было для пластика. Он, конечно, потверже, но ничего критичного ломаться, я думаю, не будет. Кроме шаров в сквере появились еще два новых иллюминационных дерева. Подобные устанавливали в прошлом году на Крымской площади. Также рабочие украсили гирлянды одной из деревянных беседок. В первую очередь мы украшаем территории, те, по которым проходит большое количество жителей Самары. Это площади, это скверы, это те пространства, которые отремонтированы по различным программам городским. Сквер на пересечении Аврора и аэродромной как раз из таких. Его комплексно благоустроили этим летом по нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь делали дорожки, лавочки, беседки, детскую спортивную площадки, а также сухой фонтан. Местные жители не перестают восхищаться красотой, которая появилась по соседству, рады и новым новогодним украшениям. Раньше было шумно, а сейчас здорово погулять с детьми. Мы ждем Новый год, и когда улицы украшаются, становится вдвойне приятнее. В сквере до этого во время благоустройства уже были установлены гирлянды вокруг елки. Они своим светом уже не первый вечер создают у горожан праздничное настроение. А с сегодняшнего дня с ними рядом засверкает и новая иллюминация. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.